Всем привет, с вами Андрей, вы на канале InStarting Новости. Это очередной выпуск из рубрики, где мы говорим коротко о технологиях и посвященном электротранспорту. Коротко о главном. Электро-микроавтобус Volkswagen ID.Bus выйдет в Европе в 2022 году. Канадская компания Daymark разработала самый быстрый электротрайк в мире. Триумф показала электромотоцикл с технологиями Формула-И. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению этих интересных новинок, обязательно подпишитесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Руководитель подразделения коммерческих транспортных средств Volkswagen, Karsten Intra, поделился подробностями о планах по выводу на рынок полностью электрического микроавтобуса ID.Bus. По его словам, автомобиль дебютирует в Европе в следующем году. В этом регионе он будет предлагаться в пассажирской и коммерческих версиях, а также в модификациях со стандартной и удлиненной базами. В Соединенных Штатах микроавтобус станет доступен в 2023 году, причем здесь его планируется предлагать только в пассажирском варианте с удлиненной базой. Говорится о трех версиях емкости блока аккумуляторных батарей. Младшая модель будет комплектоваться системой заднего привода, а мощность силовой установки составит около 200 лошадиных сил. Наиболее дорогая модификация получит полный привод и мощность на уровне 300 лошадей. В Европе коммерческую версию ID.Bus планируется предлагать в том числе в качестве полностью автономного транспортного средства с передовой системой автопилотирования. Но выйдет такой вариант несколько позднее, нежели обычные модели. Отмечается также, что производство ID.Bus будет организовано в Ганновере. Здесь же будут выпускаться различные электрокроссоверы группы Volkswagen. За последние 10 лет в активе канадской компании Daymark появилось несколько не самых типичных средств передвижения на электрическом ходу. Среди них велосипед, внедорожник на солнечных батареях и квадроциклы. Очередным технологическим прорывом может стать двухместный электромобиль Spiritus, который, по словам разработчиков, является самым быстрым в мире в своем классе. Spiritus пополнит ряды городского и пригородного транспорта и будет ездить подобно картингу. Он оснащен солнечными батареями для подзарядки, которую дополняет рекуперативное торможение. До сотки он разгоняется за 1,8 секунды, что действительно делает его самым быстрым в мире на сегодняшний день. Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, Daymark начала краудфандинговую кампанию, цель которой привлечь 50 тысяч заказов до июля текущего года. Spiritus представляет собой полноприводный электромобиль ценой 150 тысяч вечно зеленых, с кузовом из углеродного волокна и системой автономного вождения. Его бортовой реактор – это батарея мощностью 80 кВт-часов, обеспечивающая 480 километров пробега. Предусмотрена и более дешевая версия за 20 тысяч, с батареей в 36 кВт-часов, рассчитанной на пробег в 290 километров. По словам создателя и главы компании Альду Байоки, в случае успеха серийный выпуск Spiritus начнется уже через два года. В 2019 году мотоциклетная компания Triumph и Williams Advanced Engineering объявили о партнерстве для создания британского электромотоцикла. Теперь их усилия материализировались в виде прототипа электромотоцикла Triumph T1. Williams Advanced Engineering – инжиниринговая компания, занимающаяся научными разработками, в том числе и для гоночной команды Formula 1 Williams, а также технологиями аккумуляторов для серии гонок на электрических болидах Formula E. В их зоне ответственности силовая установка мотоцикла, включающая в себя электродвигатель и аккумулятор. Емкость аккумулятора составляет 15 киловатт-часов, его можно заряжать от электросети на 360 вольт, 80% за 20 минут, максимальная мощность двигателя – 228 лошадок. Внешний вид мотоцикла вдохновлялся моделями Triumph Speed и Speed Triple, выпущенных в 1994 году. Это своеобразная встреча прошлого и будущего. Начало мелкосерийного производства Triumph T1 намечено на конец 2021 года. Цену на британский электромотоцикл пока не назвали. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте ему поставить мощный лайк и написать внизу комментарий. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новый техновыпуск. А еще не забывайте подписываться на наш ТикТок и другие полезные ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании. Ну а я по традиции желаю вам отличного весеннего настроения. Берегите себя и своих близких, не болейте, друзья. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok